Говорит Аль-Хадис Ас-Санью Аль-Арбаун Баад-Аль-Мия, 142-й хадис книги. Ануми Атията, Нусейбата Аль-Ансария, Ради Аллаху Ана-Калят. Приходит Атумми Атия Аль-Ансария о том, что она сказала. Амара Натани Набию, Салаллаху Али-Асаляма, приказал нам, то есть имеет ввиду пророка, Салаллаху Али-Асаляма, Анухрижа, Филь-Айдэйни Аль-Аватика, чтобы мы выводили на праздничный намаз Аль-Аватика. Аль-Аватика это молодая девушка, которая только-только достигла совершеннолетия, то есть достигла половой зрелости. Аль-Аватика Худур, Худур это что такое занавески, которые находятся в отдельной комнате той девушки, которая еще не вышла замуж. То есть раньше и сейчас в том числе принято, особенно у арабов, то, что женщина, которая не вышла замуж, не выходит на улицу, или чаще всего не выходит на улицу. А если выходит, то изредка и находится дома за занавеской, То есть скрывается дома от посторонних мужчин. Так вот, говорит Умму Атыя Анасария о том, что Пророк в два праздничных дня приказал или приказывал выводить на праздничный намаз даже таких девушек. То есть таких девушек, которые только-только достигли совершеннолетия и таких девушек, которые уже совершеннолетия достигли ранее и сейчас уже готовы выйти замуж. То есть даже эти женщины выходят куда-то на праздничный намаз. А также то, что Пророк приказал женщинам, у которых хуйят, то есть что? Хуйят, это женщины, у которых хай. То есть имеется ввиду менструация. Так или нет. Приказал им удаляться от мусалли мусалли мусаллимин, то есть от той площади, на которой совершается намаз. Имеется ввиду не вступать в эту площадь, а находиться в другом месте. Почему? Потому что намаз они не совершают. В одном из слов пришло, то что Умму Атыя говорит, нам было приказано выходить в праздничный намаз, в праздничный день. Так что даже мы выводили девственность с их домов. И даже женщины, у которых не инструация, тоже выходили на праздничный намаз. Но находились позади людей. То есть не вступали на площадь, почему? Чтобы не мешать людям совершать намаз и не создавать там тесноту. Фаюкаббир набит Акбири им, но делали Акбири вместе с людьми. Ваядрю набит Айгим и совершали мольбу так же, как совершают люди. Ярджу набаракатазали кальем, уатухратагу. И надеялись на благословение этого дня и на его чистоту. Что значит чистота этого дня? То есть того, что этот день очищает от грехов. По милости Всевышнего Аллаха. Гарибуль хадис говорит, какие непонятные слова и фразы есть в этом хадисе. Аль-аватих джемау атих. Слово аватит это множественное слово, а слово атих. Аль-мар-а-ашабба ау-вала ма-таблюгу. Видишь, это молодая девушка, которая вот-вот только достигла совершеннолетия. И как известно, совершеннолетие в исламе это не 18 лет, так или нет. То есть у совершеннолетия, как у мальчиков, так и у девочек есть свои признаки. Из этого, какие признаки, как у мальчиков, так и у девочек, одинаковый признак это рост волос на тех местах, на которых волосы не растут у детей. Так или нет, как лобок, подмышки и тому подобное. Также из этого у мальчиков полюция. Что касается девочек, то рост груди и тому подобные различные признаки совершеннолетия. И самый главный признак совершеннолетия девочек это менструация, приход менструации. И если у девочки менструации нет, то есть болеет, допустим, какой-то болезнью, то ее признаки обращаются внимание на другие признаки. То есть на рост груди и на рост волос. Говорит, Зават-Уль-Худур. Что такое Зават-Уль-Худур? Джем-Уль-Хидр. Худур это множественное слово-слово Хидр. Бекаср-Иль-Хал-Му'джема Ай Ситруха. Что значит Хидр? Это занавес. Уи-я-Джан-Иб-Мин-Аль-Бейт. Занавес здесь подразумевается одна из сторон дома. Говорит, Ю-Дж-Аль-Али-Ситра. Говорит, на ней или на нее вешается Ситра. То есть что? Занавес или занавеска. В которой находится Джария-Бикр. Джария это молодая девушка. Бикр, то есть девственница. То есть она живет в этой части дома. Говорит, третье, Я-Друна-Уй-Арджун. То есть эти девушки что делали? Делали мольбу Всевышнему Аллаху и надеялись. То есть надеялись на благословение этого дня. Аль-Вау-Фи-Азен-Иль-Фи-Алейн Мин-Асл-Иль-Фи-Аль. Вот буква Вау, как в слове Я-Друн, так и в слове Я-Друн, относится к основе глагола. Говорит, У-Алейсат Вау-Дяма, и не является чем Вау, который указывает нам множественное число. Хатта нахруджа. Хатта л-Уля лин-Гая, ухатта саанья лин-Мубалага. Говорит, в слове, или в этом хадисе два раза пришло слово хатта. И в первом случае это хатта используется для Гая. То есть пока не произойдет то-то. А во втором случае хатта используется для Мубалага. То есть даже таких женщин мы выводили. Ясно или нет? Говорит, Тухра-Тау. Что знаешь, они надеялись на чистоту этого дня. То есть надеялись на то, что простятся им, их грехи смоются с них, их грехи в этот день. Аль-Ма'на-Ли-Джмали. Какой вообще смысл этого хадиса? Говорит, Йому-Идил-Фитр, и Йому-Идил-Адха, Миналайям Аль-Муфаббала. Два этих праздничных дня, День Разговения, День Жертвоприношения, являются особыми, благими, достойными днями. Аль-Лати Язгар Уфиа, Аль-Лати Язгар Уфиа, Ши'ар Аль-Ислам. В эти дни становятся явными и проявляются признаки ислама. Вот это жалла ухуат аль-мусульмин и становится явным братство мусульман бе-иштимаи им ва-тараси им, тем, что они собираются в одном месте, ва-тараси им, что такое тараси им, то есть то, что они встают в один ряд, плотным вставанием. Говорит, Куллю Агли Балят, Йаль-Таммуна фи-Саидин вахид. Все жители какого-то города собираются, иль-таммун, то есть как бы собираются, собираются плотно на одну площадь. для того, чтобы выявить их единство и единство их сердец и выявить то, что их слово едино в пользу защиты ислама а также они стремятся к чему? к возвышению слова Всевышнего Аллаха а также в пользу того, чтобы восстанавливалось вспоминание Всевышнего Аллаха и выявлялись признаки ислама то есть для этого все люди выходят для чего на праздничный намаз, праздничные дни говорит и говорит и покрывает их из его милости то, что соответствует атрибутам Всевышнего Аллаха из его доброты, щедрости и благодеяния поэтому пророк приказал и побуждал выходить на эти праздничные намазы даже молодым девушкам, которые сидят в своих домах и готовы к чему? к замужеству по своему возрасту и даже женщинам, у которых менструация, тоже приказывал выйти на этот намаз но чтобы они находились в отдаленности от чего? от совершающих намаз говорит для того, чтобы они также видели это добро то есть добро этого праздничного дня и видели, что мольбы мусульман и могли получить из добра этого собрания и чтобы этот барак, то есть благословение этого дня тоже постигло этих женщин ведь они, то есть женщины эти, тоже сильно нуждаются в этом сильно нуждаются в чем? в милости Всевышнего Аллаха и в его доводстве говорит какое разногласие есть у ученых в этих вопросах говорит, во-первых, ученые разошлись в вопросе постановления совершения праздничного намаза что имеется ввиду? имеется ввиду, совершение праздничного намаза является обязательным или лишь желательным говорит говорит первое мнение в вопросе а это мнение имама Ахмада, более известно от него то, что совершение праздничного намаза является какой? обязанностью коллективной что имеется ввиду? если праздничный намаз совершат часть людей то обязанность совершения праздничного намаза спадает с других и довод имама Ахмада на это его мнение то, что этот намаз не узаконен перед ним произнесить ни азан, ни икаму говорит имам Ахмад поэтому мы говорим, что этот намаз не является обязательным для совершения каждым человеком а также хадис о ла арабе то есть о бедуине, который у нас придет далее он указывает на то, что не является обязательным в совершении сутки кроме как пяти намазов, ясно или нет, какой довод? говорит, это первое мнение в вопросе значит, первое мнение в вопросе какое? то, что совершение праздничного намаза как дня жертвоприношения, тяги дня разговения не является обязательным, а является желательным точнее, является обязательным в каком смысле? является коллективной обязанностью то есть его совершение обязательно но не каждый должен его совершить если часть мусульман его совершила, с других ответственность спадает говорит, второе мнение в вопросе, которое придерживался имам Малик а также имам Шафии, в известном мнении от него, и это более известное мнение у шафиитов, то, что совершение намаза праздничного является очень желательно установленной сунной. Их довод на это, хадису на арабе, это хадис о бедуине, который задал вопрос пророку относительно намазов, то есть сколько намазов он должен в сутки совершать. И пророк упомянул ему, что он обязан совершать 5 намазов в сутки. И тогда этот бедуин задал вопрос, а какие-то еще намазы обязан ли я совершать? Пророк сказал, нет, кроме как ты, если сделаешь это добровольно. Этот хадис приходит у Бухари и Муслима. Третье мнение в этом вопросе, которого придерживался Абу Ханифа, а также это мнение передается от имама Ахмада, то есть второе мнение у имама Ахмада в этом вопросе. И выбрал это мнение, что совершение праздничного намаза является чем? Личностной обязанностью каждого человека. Опять-таки под каждым человеком имеется в виду кто? Тот, который достиг совершеннолетия и тому подобное. То есть условия, которые касаются человека. То есть чтобы он был способным и тому подобное. Говорит разумным, неможнуным. И в довод на это привели слова Всевышнего Аллаха, то есть приверженца третьего мнения, «Совершай же намаз ради твоего Господа и приноси жертвоприношения». А также слова Всевышнего, «Достиг успеха тот, который очистил свою душу, и поминал имя своего Господа и совершал намаз». В некоторых изменениях муфастеров, то, что под намазами в этих двух аятах, имеется в виду праздничный намаз. А также потому, что пророк, салаллаху алисаламу, приказал на этот праздничный намаз выходить даже девственницами, даже тем женщинам или девушкам, которые уже достигли возраста замужества и обычно не показываются на улице. Говорит, А также в одном из хадисов приходит то, что пророк, салаллаху алисаламу, приказал им совершить праздничный намаз на следующий день. Почему? Потому что они увидели луну после, или узнали о луне после полудня праздничного дня. То есть держали у разу и думали, что сегодня последний день Рамадана. Затем приехал один из людей и сообщил им о том, что он видел луну вчера. То есть получается, что сегодняшний день уже праздничный. Так или нет? И пророк, салаллаху алисаламу, он приказал им, что? Выходить на праздничный день на завтра, то есть на следующий день. Каково постановление в этом вопросе? То есть если люди думали, что сегодня последний день Рамадана и потом узнали, что оказывается вчера увидели луну. Совершают ли они? То есть то, что они разговариваются, это понятно. Так необходимо разговариваться, так как сегодня день праздничный. Но совершают ли они праздничный намаз в этот день или совершают его на следующий день нам? Все правильно. Если узнали эту новость до обеда и есть время для того, чтобы совершить праздничный намаз, соответственно, совершают его, когда совершают его в этот день. Если уже после Зухра, до обеда, имеется в виду до Зухра, то есть до окончания времени праздничного намаза, если узнали уже после того, как время праздничного намаза истекло, то есть наступило время намаза Зухр, тогда совершают его на день следующий. Говорит, и видишь, в этом хадисе пришел приказ, То есть пророк, салаллаху алейху амарахум, приказал им выйти завтра на праздничный намаз. А приказ пророка говорит, что амру фикулли азил азилли азилли яхтал иудюх. Видишь, а приказ во всех этих доводах несет за собой обязательность. А также довод на это то, то есть на обязательность намаза праздничного, то что пророк, салаллаху алейху алейху, никогда не оставлял, а также всегда его совершали праведные халифы после него. Говорит, а что касается хадиса о бедуине, что это хадис о бедуине, что только 5 намазов в сутки, то в этом хадисе на самом деле нет никакого довода на то, что праздничный намаз не является обязательным. Потому что этот человек, то есть этот бедуин, задал вопрос пророку, салаллаху алейху алейху, именно относительно тех намазов, которые повторяются каждый день и каждую ночь, то есть каждые сутки из обязательных намазов. И не спрашивал он о каких-то других намазах, которые могут быть обязательны из-за какой-то внезапной причины, или из-за какой-то имеющейся причины. Как, например, два праздничных намаза, которые являются ничем иным, как проявлением благодарности Всевышнего Аллах, который продолжает оказывать людям его великие милости. Как, например, милость какая, то, что он дал возможность людям додержать до конца у разу в месяц Рамадан и выставить его намазы, то есть намазы его ночей, а также, что касается праздничного дня жертвоприношения, то благодарность за что проявляется, за то, что Всевышний Аллах позволил людям принести в жертву животных, то есть верблюдок, коров или барашков, и также позволил им совершить обряды хаджи. Говорит, более того, даже склоняется к тому, что даже женщинам выход на праздничный намаз является обязательным, из-за внешнего смысла этого хадиса, то есть хадиса кого? И правильное мнение в этом вопросе какое? То, что совершение праздничного намаза является фардуайн, личностью и обязанностью каждого человека. Что касается женщин, то в основе для женщин выход на праздничный намаз также является обязательным, кроме как, если есть какая-то причина, которая мешает этому, как, например, то, что нет отдельного места, в котором они бы могли стоять отдельно от мужчин, не перемешиваясь с ними, или, если, например, женщина не способна покрыть себя полностью должным образом, так как в какой-то из стран, например, не разрешают одеваться должным образом по-шариатски и тому подобное, в этом случае женщина остается дома и не выходит. Но если она способна покрыться должным образом и способна выйти на площадь так, чтобы они стояли отдельно от мужчин, тогда женщины должны выходить на праздничный намаз, и это является обязанностью относить на них. Говорит, мы уходим на хадис. Какие полезные моменты берутся из этого хадиса? Первое уйдюбу, салат и льд, хатта аля ниса физа хадис, указание на то, что совершение праздничного намаза является обязательным, даже для женщин, исходя из этого хадиса. Аля шарты, аля яхружна мутабарриджат, мутабриджат, естественным условием, чтобы эти женщины не выходили, мутабриджат, то есть недолжным образом покрытыми, во мутабриджат, и чтобы они не выходили, что сделать? Потому что пришел запрет на это, то есть запрещено женщинам выходить недолжным образом одетыми, и также запрещено женщинам выходить, нанеся на себя благовоние. И возможно также сказать, что совершение или выход на праздничный намаз для женщины является лишь желательным, а приказ, который имеет отношение к ним, просто как для чего? Для побуждения их к совершению добра. Но более правильное мнение, что в основе женщинам выступ на праздничный намаз не просто желательно, но также обязательно. Кроме как, если мы сказали, есть какие-то причины, которые не позволяют им выйти на праздничный намаз. Второе уйджубу, ищена бельхайд, аль-масджид, ля-аллату ла-уисху. В этом хадисе указание на то, что женщина, у которой менструация, обязана держаться подальше от мечети, для того, чтобы не запачкать ее. Это мнение является неправильным. Правильное мнение в этом вопросе, что женщина, даже если у нее менструация, может заходить в мечеть, находиться в мечети, сидеть в мечети, читать в Куран в мечети и тому подобное, и затем уходить. Но при этом должна предпринять меры, для того, чтобы не загрязнить мечеть менструальной кровью. Третье, амна мусалла аль-аид ла-у хукмуль-масаджид. Указание на то, что мусалла аль-аид, площадь, на которой совершается праздничный намаз, берет постановление мечети. Это тоже является неправильным. Мусалла аль-аид, на ней не совершается намаз, приветствие в мечети и тому подобные явления, которые присутствуют в мечети. Но у мусалла другие постановления, нежели у мечети. Четвертое, амна мусалла аль-аид ла-у хукмуль-масаджид. В этом хадисе указание на то, что женщина, у которой менструация, не запрещается ей делать мольбу Всевышнему Аллаху и поминать Всевышнего Аллаха. Но запрещается ей что? Запрещается ей совершение намаза, а также держание уразы. В этом хадисе указание на достоинство праздничного дня, а также того, что в этот день больше надежды на то, что на твою мольбу будет отвечено. И надежда на то, что твой зов и твой призыв услышат аль-али аль-а'ла, то есть возвышенный Всевышний. То есть имеется ввиду Всевышний Аллах. Раздел в книге «Салат-ул-Айдейн», то есть о двух праздничных намазах, которые включил шейх Абдулла Аль-Бассам, называется «Ат-Тагбиров и ла-Айдейни» относительно тагбиров в два праздничных дня. И это говорит не что иное, как приведение слов шейху Абдулла Аль-Бассам в сокращенном виде. Говорит, во-первых, когда его время? Когда время произнесения тагбиров в праздничные дни? Говорит, более правильное мнение относительно этого, которое пришло от большинства праведных предшественников, салфов и халфов, а также имамов этой общины. То, что необходимо начинать тагбир, начиная с намаза фаджер, дня Арафата, то есть 9 числа Зульхиджа, до конца дни Ташрита. То есть сколько получается дней делается тагбир? Делается 9 числа, 10 числа, 11, 12, 13, потому что после праздника, после 10 числа, три дня Ташрита. И заканчивается тагбир когда? Заходом солнца третьего дня Ташрита. Говорит, и эти тагбиры делаются после каждого обязательного намаза. Что касается того, что они делаются после каждого обязательного намаза, то на это нет довода. И выделять тагбиры именно и связывать их именно с концом обязательных намазов является не совсем верным. Говорит, а также тагбиры произносятся тогда, когда люди выходят на праздничный намаз. И это говорит по единогласному мнению четырех имамов. Так, единогласное мнение четырех имамов является доводом религии или нет? Доводом религии не является. Говорит Сыфа Тогу, каково его описание? То есть сначала речь вели о чем? О времени. Когда делаются тагбиры? А что касается дня разговения, то когда делаются тагбиры, кто скажет? То есть сейчас, если мы обратим внимание, время тагбира и разобрали только вопрос относительно тагбира дня жертвоприношения или дней жертвоприношения. А что касается дня разговения, когда делается тагбир? Делается, начиная с заходом солнца последнего дня Рамадана, то есть когда последний день у разу люди продержат, дают азан на Магреб с этого времени узаконенно делать тагбиры. И длится это время до праздничного намаза, то есть вплоть до праздничного намаза, когда имам выходит на площадь и встает делать тагбир, заканчиваются тагбиры. Говорит, каково его описание, то есть каким образом делается тагбир. Говорит его описание, которое передается от большинства сподвижников. Это то, что передается от пророка. То есть вот таким образом. Сначала два тагбира, затем ла-илахи ла-илахи, потом опять два тагбира и валилляхи лхамд. Это то, что передается от большинства сподвижников в этом вопросе. Так, говорит, Говорит, шейху лислам, и из ученых по фиху есть те, которые, весь их тагбир, это всего три тагбира. То есть без всяких произнесений посторонних фраз. Без ла-илахи ла-иллахи, без валилляхи лхамд и так далее. просто три такбира. А из них есть те, которые произносят три такбира, а потом говорят И это передается от Ибн Умара. Говорит и первый вид такбиров. То есть какой вид? Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ла Иллаху Акбар. Потом опять два такбира. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Говорит этот вид такбиров. Выбрал Абу Ханифа, а также имам Ахмад, а также другие имамы этой общины. А из людей есть те, которые вот этот вот такбир вместо двух раз Аллаху Акбар при произнесении первого раза этого такбира делают такбир трижды. Потом уже во второй раз, так как пришло. Два раза Аллаху Акбар. И поэтому способу действует целая группа людей. Имеется ввиду людей, ученых. То есть не просто людей, имеется ввиду ученых. Говорит, что же касается нас, то наше правило в этом вопросе наилучшее правило и наиболее достоверное правило нам. И это правило является очень важным и его необходимо усвоить. Говорит, И в чем оно заключается, то есть это правило, в том, что все виды различных поклонений, которые заключаются будь то в словах или в делах, говорит, если они передаются таким Ахаром, то есть таким Иснадом, за который можно зацепиться и который является достоверным, то не является нежелательным оставлять что-либо из этого. То есть имеется ввиду, необходимо использовать все то, что пришло в достоверной сунне. То есть что хочет сказать шейху лисламу ютаймия? Говорит, поклонения бывают в шариате разные. Бывают поклонения, которые заключаются в словах, бывают поклонения, которые заключаются в чем? В делах. Что касается вот этих поклонений, как в словах, так и в делах, бывает такое, что одно и то же поклонение в достоверные сунне приходят различными видами. Допустим, два разных вида азана, два разных вида ташагуда, так или нет? А, ташагуда, говорю, два разных вида икамы, несколько Несколько видов ташаруда, несколько видов дуаули, стихтах и тому подобные вещи. Говорит, как мы относимся к этому. Во-первых, мы смотрим, если и снада относительно этих видов являются достоверными, тогда мы принимаем все эти виды и начинаем действовать по всем этим видам. Но что значит начинаем действовать по всем этим видам? Не означает, что мы собираем все эти виды и делаем за одно поклонение сразу. То есть в одном поклонении сразу несколько дуаули, стихтах не делается в одном намазе. Но делается один из видов. На следующий намаз ты можешь делать какой-то другой вид. На третий намаз, третий вид и так далее. То есть менять постоянно эти виды. То же самое относительно чего? То же самое относительно и хамы, или азана, или других видов поклонения, в которых есть различные виды. Вот это ясно или нет? Необходимо и что делать? Постоянно использовать, но менять один с другим, а не собирать в одном поклонении. И второй момент, которого необходимо сторониться, не нужно из всех нескольких видов компоновать один единый вид. Это тоже неправильно. То есть понимаете или нет? Смотри, можно сделать как? То есть возможно взять в одном поклонении и сделать сразу несколько видов. Начать намаз и прочитать дуали стихтах, как пришло в одном хадисе, как пришло в втором хадисе, как пришло в третьем хадисе. Это является неверным, неправильным. Можно также как сделать? Взять эти три дуали стихтах и из них скомпоновать только один дуали стихтах. Взять отсюда чуть-чуть, взять отсюда чуть-чуть, взять отсюда что-то, что тебе понравилось. И сделать один какой-то вообще четвертый вид, другой, который собран из трех первых. Вот это разрешается или нет? Это тоже не разрешается. Понятно или нет? Но все, что разрешается, более того, является желательным, это совершать все эти виды дуау-листифтах, в нашем примере, но в разных поклонениях, то есть то в одном намазе, то в втором намазе, по очереди, либо в разгруз. Это, иншаллах, ясно. Говорит, как мы говорили относительно различных видов намаза страха. Намаз страха пришел в нескольких видах. Как он совершается? Его можно совершать только в одном виде или во всех видах. За один раз совершаешь только в одном виде, так или нет. Не можешь собрать в одном виде, по чуть-чуть, по чуть-чуть, с каждого вида какие-то разные моменты и совершить намаз в четвертом или пятом неузаконенном видом. Вот это понятно или нет? Ну, делаешь, что чередуя, один другим. Так же, как пришло, например, два вида азана. И два вида икамы. Что значит шафруха, икамы? То есть два пришло, два вида азана, это произнесение его, или точнее икамы, это произнесение его четным количеством и нечетным количеством. То есть одно дело, говорит Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ашаду Аллаху Акбар, Ашаду Аллаху Акбару, 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 Аш То есть также виды различные ст gerade. Что такое ст gerade? Говорит. А также различные виды. Которые произносятся во время праздника. Что значит стадии? То есть имеет ввиду, кроме тех стпр которые произносятся в намазе. Известно, что в праздничном намазе. Произносятся более чем один стадии. Так или нет? В первом ракате произносится 7 тагбиров, вместе с чем? Вместе с тагбиром Тулихрам, и во втором ракате произносится 5 тагбиров. Говорит, еще есть тагбиры какие? Завая, дополнительные, то есть которые ты произносишь при выходе на намаз, которые ты произносишь в течение праздничного дня и тому подобное. Это уже дополнительные. Тоже бывают различных видов. Ванваз, валат, ль-джаназа, а также различные виды совершения джаназы. Так, тоже есть различные виды. Один из видов, который мало кому известен или неизвестен малому количеству людей, это такой намаз, ль-джаназа, когда ты что делаешь? После первого тагбира читаешь сур-фатиха, после второго тагбира читаешь салават, то есть как обычно, но сразу после салавата делаешь дуа, уже после второго тагбира. После третьего тагбира опять делаешь дуа, после четвертого делаешь опять дуа и потом только делаешь салам. Вместе с тем, что тот вид намаза, ль-джаназа, который известен большинству или подавляющему большинству мусульман, это какой? сначала после первого тагбира делаешь фатиху, читаешь после второго салават, после третьего делаешь дуа, после четвертого ничего не читаешь, сразу делаешь салам ясно или нет? То есть разные виды есть намаз, джаназы, и кроме этих видов, которые мы назвали, еще другие виды есть а также дуа кунут делается либо после поясного поклона, либо до поясного поклона, и относительно этого разногласия, когда делать этот дуа и другие виды поклонений говорит, и известно то, что человек не может собрать все эти различные виды поклонений в одно время говорит, и собирать все эти различные виды одного и того же поклонения в одно время это является чем, говорит? Является нововведением потому что пророк, салаллаху ассаляму, их в одно время не собирал, но делал их в разное время, чередуя одно с другим. Вы оказали как тальфик а также говорит, что такое тальфик тальфик, это как раз и есть компоновка когда собираешь, берешь отсюда чуть, отсюда чуть отсюда чуть, потом выводишь свой вид который не является узаконенным, не приходит на него довод в хадисах то есть собрание между этими видами различных поклонений под чуть, отсюда, под чуть, отсюда все это является чем? Неузаконенным говорит, и правильным является чередовать все это, разнообразить все это следуя в этом за пророком и оживление всей сунны пророка посредством того, что ты действуешь иногда по этому виду а иногда по другому виду этого поклонения и в этом, говорит, объединение сердец и оживление сунны и следование за пророком что значит объединение сердец потому что иногда два человека начинают разногласить говорит нет нужно так делать другой приводит другой вид говорит нет нужно так делать вместе с тем что оба вида узаконены и если люди оба согласятся что эти оба вида узаконены и каждый начнет делать и тот вид и этот чередуя то это приводит к чему? к объединению сердец следующий раздел который включил шейх Абдулла Альбассам в китаб в салат Айдейн называется вопрос о произнесении такбира при каких-то важных ситуациях то есть если получается какая-то важная ситуация у тебя произошла в жизни какое-то событие узаконено тебе сделать такбир или нет? говорит сказал шейху лислам говорит если мы говорим что пришла к нам сунна тем что необходимо делать такбир в праздничный день жертвоприношения во время его намаза а также во время его хутбы а также после намазов обязательно как мы сказали что касается после обязательных намазов то на это конкретного довода нет а также произнесение такбира при кидании камней то что называется во время совершения хаджи так или нет? один из видов обрядов а также при окончании и тогда когда человек нашел прямой путь в каком-то вопросе так же пророк когда уже что сделал? ашрафа то есть поднялся над хайбаром имея ввиду завоевав его он сказал Аллаху Акбар харибат хайбар то есть Аллах Велик харибат хайбар пропал или упал или оказался завоеванным кто хайбар этот хадис приходит у Бухарии и мусульма то есть зачем шейху лислам привел этот хадис и вообще зачем привел этот разговор указывая на то что в шариате зачастую после важных событий или при важных событиях узаконен такбир говорит то же самое пророк салаллаху ассаляма делал такбир тогда когда подъезжал к домам то есть если возвращался с чего? возвращался с пути так же говорит тогда когда забирался на животное сначала делал такбир а потом что говорил? потом говорил так или нет? говорит далее а также когда поднимался на сафа и марва так же произносил такбир а также пришел такбир где в азане а также в икане перед намазом а также при вхождении в намаз чем человек ходит в намаз? такбир от уль-ихран говорит а также при тушении пожара а также был узаконен такбир для чего? также был узаконен такбир для удаления врага а также удаления кого? шайтанов все это говорит разъяснять тебе то что в шариате такбир узаконивается при важных событиях либо по причине того что собралось много людей либо потому что само событие является великим ауликуватиль халь или из-за силы или из-за сложности ситуации аунахвазаликаминальумуралькабира и тому подобные важные дела общины говорит для того чтобы разъяснить то что Всевышний Аллах превыше всего этого то есть какая бы сложная проблема не была какое бы великое дело не было перед тобой люди произнося фразу Аллаху Акбар успокаиваются понимая что Всевышний Аллах превыше этого и его мощь и кибрия то есть его высокомерие над чем над сердцами людей и над этими событиями этим самым вся религия отдается одному Аллаху и рабы начинают что возвеличивать Всевышнего Аллаха над всей этой суетой то есть если происходят какие-то бытовые события естественно если событие касается религии и является шариатским каким-то знамением так или нет или знаком нашей религии как например праздничный намаз или завоевание какого-то города и так далее все это не называется суетой так или нет это называется шариатско важными событиями говорит и посредством этих тагбиров люди достигают двух целей во первых цель поклонения когда сердца людей возвеличивают Всевышнего Аллаха говорит а также цель какая то есть просьба помощи у Всевышнего Аллаха тем что человек вспоминает и признает то что Всевышний Аллах превыше всяких сложных ситуаций и трудностей жизненных так или нет у человека сердце успокаивается или нет успокаивается и этим самым он проявляет или выявляет свою помощь просьбу о помощи у Всевышнего Аллаха говорит поэтому говорит также в шариате узаконено произнесение тагбира тогда если ты нашел прямой путь или тебе было дано пропитание или была оказана помощь над врагом потому что эти три вещи самое великое что требует или что желает человек в этой жизни то есть прямой путь а также пропитание и помощь над врагом и это относится к его то есть к его пользе которую он извлекает поэтому эти моменты жизни были конкретизированы чем произнесением тагбира потому что эти вещи являются самыми великими нема то есть самыми великими благодеяниями истины то есть от Всевышнего Аллаха и в общем говоря то есть что такое подведя итог в общем говоря всего то что говорилось выше то что произнесение тагбира являются законеным при встрече с любым важным и великим делом поэтому говорит я призываю всех мусульман чтобы они то есть это уже слова шейха Абдулла Аль-Вассама слова шейха только что закончились говорит я призываю всех мусульман чтобы они устремились к тагбиру при тех делах которые удивляют их или поражают их говорит это является сунной их пророка то есть кого мусульман и говорит что также призываю их то есть мусульман оставить хлопание в ладоши которые являются привычкой врагов ислама говорит и это является отличительным признаком неверующих в их собраниях и в их различных семинарах и тому подобных мероприятиях вот это ясно или нет значит шейх Абдулла Абдулла призывает людей побольше обращаться поминанию Всевышнего Алла и произносить такбир нежели хлопать в ладоши при каких-то удивительных или важных вещах на этом что завершили чтение Баб Салат Лаидейн то есть главу о двух праздничных намазах в ладоши в ладоши тонка в ладоши Продолжение следует...